Борьба за выживание. Если проиграют, конечно, сегодня. Ну, посмотрим. Все-таки Клодоя явно заходит за победой. Получится ли это сделать, конечно, другой вопрос. Но в Айвеби здесь усилиясь. Я вижу, что за них играет Лоу, тот самый Лоу, который играл за экстрим. На самом деле, довольно молодой игрок, то есть карьера у него только-только начинается. Понятное дело, что он поиграл за экстрим, ощутил вот эту тир-1 сцену, попробовал себя там, и для него легкий спад. Но, тем не менее, я так понимаю, целью он ставит для себя хороший, высокий, вернуться в первый диф. Ну и, знаешь, в любом случае нужно проявлять себя с лучшей стороны. Дальше, я так понимаю, в Китае, я думаю, это еще не последний решаху, а заявить о себе нужно для того, чтобы к тебе тоже присматривались. Да, я согласен. Во-первых, он уже побывал на Инте. Хоть и Last Chance, но это все еще International. Он там не самое последнее место они заняли. Они хорошо сыграли в группе, потом немножко не пошло, уступили уже непосредственно в плей-офф. Liquid, которые добрались, как вы помните, до самых-самых поздних стадий, попали в топ-3. Это нормально им проиграть, как оказалось. Дальше, да, он опустился рангом ниже, но тут такой глобальный решаффл, что не все тир-1 игроки, в принципе, сейчас играют. Кто знает, может, его опять заметят, если он с самой лучшей стороны себя проявит, не в этом сезоне, но, может быть, где-нибудь к валам на Инд, его кто-то захочет забрать себе, потому что сейчас молодые перспективные китайские игроки точно нужны, так как происходит своеобразная смена поколений в Китае. Многие ветераны заканчивают, многие уходят там в тренерскую куда-то карьеру, многие вообще перестают быть связанными с Дотой как таковой. Вот, и молодежь нужна. Это ожидаемо было в Китае, рано или поздно вот эти вот смены поколений происходят везде. Смотрим драфты, как тебе они? Марси, Феникс, Клокверк, Нейчерс Профит. Марси, которая против Лины в последнее время часто берется, и в том числе на Керри позицию. Марси, Керри, Лину, насколько мне известно, способна переехать. Ну, таких матчей я кучу посмотрел в Европе и в Восточной Европе. Мы сейчас посмотрим. Я соглашусь, что она прыгает, что неприятно, а когда у тебя есть БКБ Башер, ты на нее садишься. Но, тем не менее, думаю, что все-таки Керри будет как раз-таки Фурион, а Марси, наверное, отправляется у нас на позицию 3 вместе с Фениксом. Фурион Клокверк, хоть бы неплохая линия. Но, конечно, еще могут и подфлексить. Есть опции, как поставить Фурион в Оффлейн. Он тоже, соответственно, более-менее комфортно, может ее и перемеглить. Конечно, его потенциал не такой хороший, но, тем не менее, Фурион может стоять на этой линии. И даже какие-то хорошие моменты под ганг. А словно от мидленера, спокойно можно эту линию забрать, забрать вышечку и начать напрягать. В принципе, у YBB, то есть они отдают линию, но, скажем так, они хорошо подготовились по драфту и знают, как ее законтрить. Но, с другой стороны, вот Феникс, линию мне не очень нравится. То есть яйцо твои разобьют, и Феникс такой герой, он, скажем так, мягко говоря, уязвимый. И для линии большая опасность не представляет. И, заметь, Легион Коммандера, Тим Клауд, при фаером. Ух ты, а не поставить ли нам Марси в керри в таком случае? То есть стояешь ты против Легионки. Ну, линия, наверное, не самая лучшая, но комфортная, я так понимаю. А дальше по игре, ну, что Легионка делает в Марсе? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я вообще не фанат ЛЦ. Мне кажется, что Valve сами убили героя в момент, когда убрали тот шард старый. С шардом она была юзабельной. Она была все равно опцией на позицию саппорта. У нее за счет этого, ну, хоть какие-то варианты появлялись. Ты, как и многие саппорты, просто берешь шард, и ты уже какую-то пользу команде приносишь. Сейчас шард один из самых бесполезных в игре вообще. А на третьей позиции герой не выигрывает от слова совсем. Ну, ладно. 38% винрейт на третьей позиции при 13 появлениях. И всего лишь одна из пяти карт выиграна на пятерке. Все. По-другому ЛЦ не используется. Это просто сейчас слабый персонаж. Если вы его берете, вы должны быть на 200% уверены, что вы будете делать. Ну, просто подумать. ЛЦ, под ЛЦ здесь хороший сетап для убийства. Да, ты тут с любым героем, кроме Свена, дуэль вы выигрываете. Вы убиваете Феникса вдвоем, вы убиваете там Клокверка наверняка с Линой, с Таском, со Снепкой. Вы убиваете даже Нейчерс Профит, наверное. И можно выигрывать дуэли. Но это единственная, пожалуй, такая опция, которая вам доступна. Это просто контроль через БКБ, единичный такой. Но это нужно хорошо отстоять линию. Если ЛЦ не выигрывает дуэли, то она рано или поздно начинает сильно просаживаться по фарму. И обладает практически сама нулевым килл потенциалом в лыте. Это исключительно контроль на кнопке ульта через БКБ. Ну, с таким успехом можно взять Акса, у которого это не ульт, и тоже контроль через БКБ. Еще и по области, допустим. Просто если герой не выигрывает дуэли, то он бесполезным становится, как мне кажется, не знаю. И Пангальер, Мид, Керри Фурион все-таки. Да, Керри Фурион. Ну, такое решение, в принципе, тоже нормально. Мы видели как раз-таки в Восточной Азии очень много было Керри Фуриона. Причем как раз-таки брали против Лины. Наверное, из этого исходят игроки. Но с другой стороны, видели, что отдают Лину. Понимали, как ее контрить. Сейчас посмотрим именно на исполнение. Знаешь, на бумаге все может быть там сказочно круто. Есть и Клаквер, который прыгнет. Есть и Фурион, который пролетит. Марс, который может напрыгнуть. Но нужно понять, как все это дело стоит на линиях. Хотя номинально у Айбипис здесь намного сильнее. А вот Легионочка мне тоже немножко напрягает. Знаешь, у меня флэшбеки остались. Я видел Легионку. В исполнении, я сейчас скажу точно, KPI. То есть он там сыграл. Первый Майтман был Худ. И мне прям плакать хотелось. Ну как, Легионкой с Худом ты можешь выигрывать дуэли? Я не знаю. Тут что ни собери, у тебя должны быть просто идеальные герои, чтобы ты выигрывал дуэли. То есть даже нет твоего билда, зачастую это зависит от союзников героев, какие там они есть. Потому что если это плохие герои, то ни о каких дуэлях речи быть не может. Здесь герои есть хорошие? Ну давай искать. Это Таск да, наверное, как Саппорт. А, здесь даже не Саппорт, это Кор Таск. Может убивать Лина. Да, Снэпфайр, пожалуй. Свен, нет. Вот с тремя героями ты можешь делать фраги. Отстоять хорошо линию, сделать пару фрагов через дуэли, и от этого можно как-то плясать. Если вы этого не делаете... Ну, в моем понимании, три дуэли до 20 минут должно быть выиграно. Желательно одна второго уровня. Лучше четыре. Если ты не делаешь хотя бы три... Если у тебя три дуэли за полчаса, это уже плохо. Если у тебя там пять дуэлей за 40 минут, это тоже очень мало. То есть, легионка, которая хотя бы 150 урон набьет, 150-180, это нормальный показатель. Меньше уже нет, и в лейт этот герой не выходит. Просто я хайлайтов, знаешь, на ютубчике много насмотрелся. Где ЛЦ, бегает там на каком-нибудь ранге в паблике, неважно, на каком дуэли куча выиграет, ходит там один в пять разваливает, когда на нее нападают за счет того, что у нее слишком много дэмэджа. Здесь, ну, на профсцене таких игр единицы. У нас сразу же столкновение в самом начале. Посмотрим, чем оно закончится. Две руны баунти, за дайр. Третья тоже будет за ними. И никто здесь не погибнет. ЛЦ теряет 60% хп. И сразу же коэффициенты. Сразу же они появились. Появились же. Так, секунду. Сейчас я их найду. Правильные коэффициенты. Вот они, да. 1.05 на YBB. И, соответственно, 7.5 на TeamCloud на первую карту. Это то, о чем мы говорили в самом начале, что так и будет примерно. Есть фаворит, есть аутсайдер. Есть 100% бонус от BadBomb на первый депозит. По промокоду DPC. Бандер под трансляцией. Пользуйтесь. Смотрим лейнинг. Ну, слушай, как ты озвучил коэффициенты. Прямо даже лейнинг стало неинтересно смотреть. Как будто сейчас на линиях. Выдет игроки, знаешь, буквально там на минуте шестой уже будет у нас полторы тысячи преимущества. На десятые там около трешечки. И все, карта начнет сужаться очень резко и очень быстро. Ну, давайте смотреть. Коэффициент, на самом деле, коэффициентами. Понятно дело, что там математически все рассчитано. Мы видим фаворита, видим команду, которая на бумаге выглядит сильнее. Игроки, скажем так, уже с опытом. Там игроки есть, наверное, с большим рангом. Но, тем не менее, лейну они отдали. И я так понимаю, аквалда, вот если хотят за что-то цепляться, то, наверное, на этой карте. В принципе, пик-то у них хороший. У них пик тоже на такой, скажем так, довольно сильный сноубол. Тусик, если стоит в виде их хорошо, он может начинать взлет грязь. То есть он канакет со в топ, а у нас ферсблат, свэн, лейна, убивает феникса. Вот, начало уже пошло. Интересно, да. Снизу два стана, это мощно. И лейна, которая с руки начинает уже со второго уровня с посибкой наваливать. Бьён здесь тоже много урона получает, вынужден отойти. Но пока лейна не уделяет внимания крипам. С другой стороны, фраг есть, это тоже хорошо. Это, возможно, даже лучше, особенно учитывая ФБ. Дальше уже будет стараться добивать крипов. Ну, хотя бы размочили счёт. Я помню, у кладов там тоже начиналось всё не очень хорошо, прям на первой карте изначально. Но, тем не менее, здесь предпосылки на то, что они могут более-менее ровно постоять на линиях, есть. То есть кмеди стоит с кангалером очень ровненько. Я бы даже сказал, наверное, чуть в пользу как раз-таки Тускара. Потому что шестым уровнем начинает пробивать. И на пангалере сложно очень убить. Даже с ультимейтом Тускара. Всё-таки есть сноубол, всегда может как-то укатиться, уйти. Да и шарды блочит очень хорошо ультимейт. А дальше надо смотреть по игре. То есть контроль рун должен быть как раз-таки у кладов сильный. Свен может переместиться, Снэпфайр может переместиться сверху. Если появляется дабл дэмэдж, если появляется аркейн, руна или какая-нибудь хаста, то Тусик под эту руну может сделать грязь. Тем более есть куда коннектиться, есть бот. Лина со Свеном, да, пролетаешь, убиваешь, неважно, там, и Марси, и как раз-таки Феникса. Есть нападение опять на Феникса. Будет ли Стан? Нет. Не пролонгирует у нас Лина. Ну, то подставляется очень сильно Свен. Марс и Стана еще и стаки сбивает Лину. Вот это неприятно. Давай вспомним, как играли Тим Клауд. У них была одна неплохая карта против аутсайдер Стромчайна. Вторая, где они с Марфом не смогли против Вивера закончить. Почему проиграли? Потому что их опять раскатали в макро. Это главная проблема всех тир, там, три китайских команд. Когда вас более опытные коллективы просто катают по карте. Там Вивер выформил свой, самое главное, 25 левел и с талантами, с крутыми закончил. А так-то две линии, по-моему, снесли. Все было хорошо, вели прилично очень, там, 15 плюс тысяч. Но вот за счет того, что их катали по всей карте, выиграть не получилось. Здесь можно что-то похожее показать. Но опять же, Фурион — это тот самый макро-герой, который будет вас по карте постоянно сплитить. Ну, это главная боль вообще для таких команд. А, ну все. Понятно, почему взяли Легионку. Легион как раз таки хороша при сплитпушерах. Это антисплитпушер, нападение в топе, очень больно ZZQ. Не хватает дэмэджа, он просто уходит под батарейками. Ну и заметит, что ZZQ ничего не качает, оставляет плюс. Ну и параллельно соло фраг от баттерфля эффекта. Ну, наконец-то, мид лейнер показывает зубы. Баттерфля делает фраг, получает большое количество экспы. И это легкая доминация для Клауд изначально. Ну, кстати, молодец здесь баттерфля эффект. Потому что не на тоненького убила, просто как-то уверенно. Здесь скорее ошибка от соперника была. Пол хп оставалось у Таска после этой драки. И он сделал таким фраг, а снизу погибает Лина. Здесь въехали в Лину. Свен... Ну, Свен не защитник Лине. Он... Все, что может, это дать один стан. После этого его полномочия, все. На топе тем временем погибает Клокерк. Клокерк делает самое важное. Он обеспечивает фрифарм Фуриону. То есть он подставляется. Фурион всегда фулл хп. Да, Фурион еще пока что ничего не качает. Вот сейчас качнул телепорт из пруты. Понятное дело, что сложно все-таки найти фраг именно Фуриону с Клокверком. Тем более против Snapfire, да, то есть всегда можно выкинуть Искогов. Но пока что стоят нормально. Выгнали Легионку. Легионка идет на базу. Ну и в первую очередь я хочу ждать какой-то активной игры именно от Баттерфлей Эффекта. Я хочу, чтобы он начал раскрываться. Показал, что он тоже помогет. Не зря он долгое время играл в Аджи Виталичи. Считался довольно-таки молодым и перспективным игроком. Пора раскрываться. Время настало. Думаешь, время еще не ушло? Что-то вы, сколько я вижу этот никнейм. Сколько ему лет? Ну, уже 26 лет. О, много. Уже, да, многовато будет. Слушай, не такой молодой получается, да? И уже не такой перспективный. По концове игрок, ну, знаешь, столько лет проиграть там в Аджи Виталити. Я с тобой тоже соглашусь. Вот YBB, насколько я знаю, это ведь молодежка Экстрим. Ну, вот Лоу, он такой, помоложе игрок. Он вроде недавно появился. Там, я думаю, ему... 18, ему всего. Да, 18? Прям такой молодой? Я думаю, ему уже где-то 20. Нет? Нет, нет, 18 лет ему вообще малыш, можно сказать. Еще играть и играть. Так, в топе у нас размен происходит, потому что приходит Панго. Они уже убили Лину. Дальше за Свеном. Панго оттолкнулся. Нашел все-таки точку, от которой можно отталкиваться. Дабл дэмэдж есть. И Спаспакл не попадает всеми тычками. Но Бьонт доделал за него работу. Третий килл. И в целом, пока равный лейнинг, Панго, с учет этой перетяжки, сильно команде помог. Ну, некие проблемки возникают у Лины. Я бы даже сказал, легкий дискомфорт. Лина перемещается в лес. А вот это тоже интересное решение. Я понимаю, что не хочется было лететь в бот. Потому что ты не видишь Панго. Это какого Вижна? То есть ты прилетаешь вниз, и есть вариант, что Панго просто остался там. Он тебя сразу наказывает, убивает под вышкой. Ты опять улетаешь в таверну и бежишь пешком. То есть я согласен с этим моментом. Но Перлина просто фармит лес. Саппорт перемещается. Наверх есть там. Есть нападение на зизикюзички. Больно. Дэмэджи хватает. Это минус-клак вверх. Но что теперь делать с ботом? Потому что на боте стоять некому. Сюда сразу перемещается. Ну и через профит. Ну и вырисовывается такой вот классический пуш от Фуриона. На самом деле это катастрофа, что Лина уже уходит в лес фармить. Линия брошена. Никто здесь не получает экспу. Марси быстрее получит уровень 6. С шестым левелом Лина вообще не имеет права теперь подставляться и показываться где-то здесь. В итоге Марси куда-то в мид летит, потому что там был выход на Панго. Там же 4 героя было. В том числе та самая Лина. А ЛЦ тем временем на топе уровень 6 уже имеет. Будем смотреть, как герой себя проявит. Это, наверное, главная загадка для меня. Потому что у хороших ЛЦ, которые прям выстреливают в рамках одной карты, их по пальцам пересчитать. Это реально 1 на 5. Остальные могут выиграть за счет других каких-то героев. Остальные, естественно, все проигрывают. 35% там даже поменьше винрейта у героя в сумме. Это кошмар. И это на самом деле продолжается уже годами. ЛЦ 50% не перебивает последние несколько лет. Тем временем нападение на Бьонда состоится. Хотя он сам изначально хотел атаковать. Ему не дают бить. Он ультимейт активировал. Вот только сейчас какие-то тычки пойдут. Баттерфляй эффект должен погибать. Мерси тоже очень больный. Он тоже, наверное, здесь не жилец. И остается только Свен, который может дать... Нет, выжил Мерси. Свен, который откинулся последним станом и ушел на топе. Не напали на Клокверка. Это чуть ли не идеальное время вдвоем с Линой просто выиграть дуэль. У Лины, правда, маны не хватит, чтобы что-то кроме Лагуны кастануть. А вот сейчас хватит. А сейчас надо у дуэль выигрывать. Выигрывай дуэль. Раз. И добили. Хорош. Первая выиграна. Лина, правда, погибает в ответ. Сиджей здесь забирает два фрага. За Фуриона. Пошел, 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 пошел на фейзах. Но убить не получится. Ну, первая дуэлька есть. То есть, плюс здесь копилочка уходит. Сюда подходит Пангольер с ультимейтом. Ну, слушай, на Фурионе сложно тоже этого Легионка убивать. То есть, ты видишь Легион Командер. Но вместе с Пангольером потенциала такового убить нет. Я вот долго думал, что он будет здесь покупать на Легионке. Потому что, очевидно, ты играешь против Марси. Ты играешь против Пангольера. И ты играешь против Веникса Клокверка. То есть, БКБ здесь нужно. Но ты не можешь просто купить БКБ на Легионке. Это глупо, да? Даггер БКБ это тоже смотрится слабо. Поэтому он принимает решение сначала купить Блэйд Мэйл. Дальше это будет Блинк. Потом БКБ. То есть, очень много артефактов для того, чтобы войти в драку. Блэйд Мэйл прикольный здесь. Когда-то Фурион обрастет слотами. Будет сам себя бить сильно. Марси тоже можно контролить таким образом, чтобы она там в ульте, да, под бафом не носилась. Так, в топе. Нападение на Лину. Как же Лине больно. Она вообще не защищена. У нее слабые пока слоты. Тысяча хп всего лишь. Ничего на выживаемость. Вторая дуэль. Хорош. Есть. Две за десять минут. Достойно. Более чем. Что у нас по кэфам? По кэфам попозже. Вы можете их сами посмотреть на сайте. А вот перейти на сайт можно кликнув по баннеру. В описании трансляции забрать бонус стопроцентный к первому депозиту по промокоду DPC от BadBoom. Начинают работать по вышкам игроком команды YBB. Внизу вышечку забрали. Напрягает. Мид под катапульту стоит 7E. У него есть ультимейт. Но такой уж не супер активный пуш. Просто под катапульту с пеньками. Даже этого достаточно для того, чтобы забрать один из самых таких вот важнейших тауров в мире. Особенно в early game. Марси будет делать армлед. Бионт играет вот по классике. Мне это тоже. Мне именно через армлед почему-то больше всего нравится. Такое ощущение, что там и дэмэджа много, и выживаемости. И есть момент, где ты можешь поиграть. Плюс, учитывая, что у тебя там сайт икон лишь, да, то есть с армлетом прямо очень круто. Подцепили опять-таки лину. Ой, как далеко и глубоко она фармит. А это лина 1.4. Да, нежелательно. Она и так уступает. И нужно быстрее уже с молниями начать качаться. Молний до сих пор нет. И из-за этой смерти он их не может себе позволить купить. Насчет армлета. Ну вот у Flayner LGD так и играл. Все свои матчи. Все свои матчи. Это армлет, БКБ, башер. Все. Дальше не обязательно что-то покупать. Игра, как правило, заканчивается. Если затягивается, то криты. Все. Это идеальный билд на тройке. И я думаю, что все команды в Китае, которые используют Марси на тройке, должны, наверное, следовать этому билду и вообще копировать стиль игры LGD с Марси. Потому что если команда выигрывает все свои матчи с этим героем, значит, она делает все правильно. И копировать это не ошибка. Слушай, а реализация блинка у нас от Legion Commander. Третья дуэль для Legion неплохо. Недурно. То есть 12 минута, три дуэля есть. Правда, по дэмэжу плюс 30, но тем не менее неплохо. То есть, понятно, сейчас будет 10-й. Можно будет взять талантик. Также появляется блинк у Butterfly Effect. Много, скажем так, мобильности и инициации. Но теперь нужно как-то по фарму догонять. Потому что у Лины, скажем так, легкий дискомфорт на карте. Все-таки 4 смерти. И самое главное, что Лина начинает поджиматься. Свен должен сейчас фейс-чекать. Понимает, что, скорее всего, будет выходка на Лину. Еще и хороший observer стоит. Лина сейчас видели. Видели, что она фармит эндштраф. Но в Абби не рискнули. Понимали они, что кто-то стоит на ревиле. Залетает у нас ракета. Есть хукшот. Неприятно очень здесь. Лине залетает стан. Лину нужно засейвить. Но прилетает фурион. Это минус Лина. Также сюда залетает бейон. Есть дисплос по старифу. Это минус стариф. Это минус 2. И можно, наверное, потихонечку перетекать под топ-вышку. Вниз залетел сразу же лоу. Он здесь просто качается, прогоняет ЛЦ. Лину так ищет, так за ней ходится, как будто там алхимик, знаешь, которого нужно останавливать каждую секунду просто, чтобы он лишние деньги не получал. Ну, на самом деле, в этом есть логика. И самое главное, что это пока получается. Пока Лина настолько уязвимая, что вам достаточно вижен расставить, отправить туда одного героя плюс фурион. Ну, не феникса, а кого-то другого плюс фурион. И вы, скорее всего, Лину элементарно убиваете. Так, у нас на речке драка. Попытка напасть на Бьонда. Ужасная цель. Он себя забафал сейчас. И продолжения никакого. Пока это ужасная цель. Пока вы ничего ему доказать не можете. Нужно, чтобы в эту дуэль в таком случае кто-то бил. В частности, Лина. Здесь уже минус Лиджин Коммандер. Дальше Клокверк цепляет следующих. Одного в Коге. Второго Хукшотом. Разгоняет всех. Это будет еще минус 2. Бьонт мог трипл килл забрать. Не позволили. Но и так много сделали здесь в АйБиБи. И отошли. Ну да, хорошие фраги. Мы видим, что 2000 преимущества по золоту. Подключает сейчас всех своих героев. То есть, вы видели мы, что появляется руна. Контроль был от Клаудов. Контроль был от АйБиБи. Руну забрали Клауда. Но лучшая позиционка и лучший тимфайт в итоге оказался как-то таки у АйБиБи. Нападение на Клокверка. Будет ли дуэль? Да, дуэль сейчас будет. Скорее всего, это будет фраг. Слушай, а четвертая дуэль? Вот ты говорил, до 20 нужно три выиграть. Уже четыре есть. Как тебе? Это хорошо. Единственное, я не понял. Он талант вкачал только что, взял 10-й левел? Или он просто не успел его кликнуть? Смотрю на полоску опыта, не понимаю. Ну, короче, в любом случае, это хорошо. За 15-4 выиграть это нормально. Дальше с талантом они будут выигрываться. Но такая ЛЦ может в лейт выйти. Может, если игра вдруг затянется. Но меня очень беспокоит эта Марси. Она безумно сильная. Что с ней делать, непонятно. Она даже при не самом большом количестве денег, если по надворцам посмотреть, она все равно импактище просто вносит. И это нормально, что Марси не выигрывает у кого-то там по деньгам. Если она держится где-то там на четвертом-пятом месте, это хорошо. Потому что герой, ну, благодаря бафу, как будто бы лишний артефакт имеет. Здесь дуэль пятая выигрывается. Здорово. И в этот раз уже с талантом. Даблкил, правда, от Фуриона. И теперь эту ЛЦ накажут. После того, как дуэль использована на не самый полезный герой. Минус три. Триплкил от лоу. Как же он выфармливает все, что видит. И Рошан, да? И сразу же Рошан в отсутствии трех героев. Как же они грамотно все делают. Быстро играют. Ну, хорошо реагируют. Но отмечу Лину, которая шестая по надворцу. У которой 1-6. И игра прям не складывается. Опять-таки в спину вышел кири-игрок команды Клауд. По-моему, у него там Ice Limit, никнейм. Вот он вышел в спину. Но, знаешь, как вышел, так и зашел обратно. Сразу пролетел Фурион. Сразу, по-моему, на него там напрыгнули. И у Лины пока что игры нет. Нужно думать, что вообще покупать. Потому что хотел сделать тревела. А сейчас уже потихонечку переобувается в БКБ. И, знаешь, может так сложиться, что Легионка начнет на себя немножко одеяло тянуть. И кирировать эту игру. Благо, дэмош есть уже плюс 58. Да, но тут важно еще находить опции для того, чтобы ловить именно Фуриона. Мы видим, что Фурион уже вносит много урона. У него есть Глэйпнир. Пока он не защищен. У него нет ни одного артефакта, чтобы выживать. И за контроль его, в принципе, убивать можно. Лайфстила там тоже какого-то большого нет. Надо находить его. Надо прыгать, возможно, в него. Через Блэйдмейл. Потом с большим уроном. Если они этого делать не будут, то ты хоть 400 урона на ЛЦ собери. Толку от этого не будет. Потому что убьете одного через дуэль. А дальше Фурион с рейнджи тебя расстреляет. До него не доберешься. Он купит БКБ. Только через дуэль его в таком случае можно будет убивать. Никакой там Варлос Панч не поможет. Опять-таки еще один смог. От Клаудов хотят пойти подраться. Вот Лина пока что без БКБ. Лина не подключится. У Туська Блинк, у Легионки Блинк. Ну, хотя бы еще Блэйдмейл есть. И давайте смотреть. В NVIDIA заходят сюда 7-year. Разревеал, но нашли опять-таки Клакверк. А сейчас поставится суперновая. Будет крутая драка. Минус Клакверк. Есть хороший. Как раз таки скатер. О, скатер, говорю. Шредер от Снэфайр. Дуэль все-таки забрали. И забрали. Причем Феникса яйцо. Очень круто. Но прилетает сюда Фурион. А Лины нет. Хотя Лина подходит. Куда же ты пришла? Да, елки-палки. Лучше бы ты фармил, дружище. Но, видимо, заколили, позвали. Это минус 4 в размен на 2. На самом деле повезло им еще, что они смогли Феникса убить. То есть мало того, что Феникс сам подставился под снэпку. Снэпка держала свой третий скилл специально под супернову. Но тот факт, что Панга начал крутиться и до последнего держал живым Феникса. То есть там одного удара не хватало. Панга крутится, дает контроль. И все-таки последняя тычка долетает. Ну, сейчас повезло. Так бы еще и Феникс мог выживать. Лишний герой бы погиб. Таск. Но, тем не менее, все равно все плохо. Дуэль не была, кстати, выиграна. Там тычки буквально не хватило по клокверку. Даже инвестиции в будущее не получили. Все-таки Рил Шредер имеется. И как раз-таки для Феникса тут не самая благоприятная игра. Но, знаешь, он на себя принял урон. Есть нападение на ZZQ. Лазер пошел. Очень больно там. Как раз-таки самой Легионки. Это минус Легионка. ZZQ все-таки погибает. Трак продолжается. Прилетает с Киналлоу. Еще один фраг. Это минус три. Размен на одного лишь клокверка пятой позиции. Как же плохо сейчас Клаудам. Я думаю, что им срочно стоит подсобраться. Подставляется в виде Баттерфлей Эффекта. А его здесь никуда уже не отпустят. Потому что есть диффузал. 7E говорит, я брать таких не отпускаю. Начинает замедлять. Да, это будет не самый быстрый фраг. Но, тем не менее, побегает здесь Баттерфлей Киповый Игрзейм. Тихо! Да, просто тут точно не будет. Настолько не будет, что Бэтбум считает... Знаешь, на сколько? На девяточку считает Бэтбум. Вот настолько будет сложно. Ну или на восьмерочку. 8 против 1.04 коэффициенты. Именно такие сейчас на сайте Бэтбум. На которые можно перейти по ссылочке, по трансляции. Забрать стопроцентный бонус к первому депозиту по промокоду DPC. Ну да, коэффициенты не сильно поменялись. Относительно старта. В режиме лайф вы сами видите, как они меняют. На 11 на 1.01, например, прямо сейчас. Такие страшные разгромные цифры. Ну, видишь, что дуэлички все-таки делаются. Плюс дэмэдж у Легион команды. Плюс дэмэдж у Клакверка. Клакверк тоже потихонечку может пересобираться. Знаешь, еще пару дуэлей. Ты как раз-таки покупаешь Аганим. И начинаешь делать грязь. Плюс Аэгис для команды YBB. Очень большой у нас Снэйчерс профит. Ну, фарму и так чемпион. Нападение в миде. Нападает в итоге на Легион команды. Ей больно. Она, скорее всего, здесь погибнет. Потому что ее просто-напросто переезжают. И хукшотом не попадает Клакверк. Мог цеплять еще кого-то. Но это в любом случае очередной фраг. Дабл дэмэдж заканчивается у Фреона. Сделали фраг. Понимают, что сейчас без дуэли нападать на них никто не будет. А значит, все идет к бесплатной вышке Тир-2 на миде. Лина пока беспомощная. Нет БКБ. Нет Boots of Travel, чтобы как-то летать по карте сплитпушить. Снизу перехватывают бутерфляй эффекта. До свидания. Ну, это сверхуверенная игра. Мне пока вообще очень нравится, что делают в YBB. Вот тут, знаешь, на фоне ЛБЗС. Это настолько хай-левел дота. При том, что обе команды относятся к претендентам на первый дивизион. Ну ладно, мы обязательно посмотрим еще вторую карту. Здесь я просто слабо верю в то, что это возможно камбэкнуть. Правда, есть дуэль в Марсе. Вот. Ни тот, ни другой здесь не погибали под дуэлью. Но ЛЦ-то все равно умирает. А Марсе нет. Алина, да. Алина не успела там Марсе нажать ультимбейт. О, еще и Лину подцепили. Здесь, конечно, под БКБ вроде бы и живет. Но до конца за ней пойдут, конечно. Убивает Лину. Подцепили еще и Свенчика. Ой. Ну, зря, зря дал печеньку. Пытался, конечно, засейвить. Но в итоге сам удается. Butterfly Effect летел. Он начинает дамажить. Но ему больно. Он горит. Нажал сноубол. Если блинка, блинка нет. Прощай, братишка. Ты улетаешь в таверну. И знаешь, уже прям просто печалька. Что делать в команде Cloud? Я не знаю. Провалился геймплан. Ну и кажется, что эта игра будет довольно быстрая. Что делать? Идти на вторую. Вот что делать. Я, если честно, уже ее жду. Потому что здесь как будто бы ситуация безвыходная. Короче, главный матч будет, знаешь, когда? Их будет два. Вичи Гейминг. Аутсайдер Шром Чайна. Ладно, три. Послезавтра. А Вичи Гейминг в АйБи. 19-го числа. Вот 19-го числа будет Супер Дота, я считаю. Даже в рамках вторых дивизионов. Это такой один из, наверное, самых центральных матчей вообще. И этот матч обязательно нужно будет смотреть. В АйБи Вичи Гейминг. Честно, пока меня эти две команды впечатлили больше всех. Даже эти ребята за 20 минут умудрились это сделать. Не знаю как. Но смогли. Потому что безошибочная какая-то Дота. Может быть, не самый сильный лейнинг. Тут в силу, опять же, героев соперника. Хотя, опять же, где он не сильный лейнинг? Ну, в миде умер Панга. Ну, ладно. Там его переиграли разочек. На остальных-то лайнах все в порядке было. Лину вынесли. Фурион огромнейший слайна вышел. Несмотря на то, что ЛЦ тоже немаленькая. Ну, как они двигаются. Как они нападают. Как они быстро все делают. На три шага впереди. Клоу, да, ничего с этим придумать не могут. Только и вынуждены смотреть, как их избивают. Везде и всегда. Поехали. Очередная драка. Лина имеет шансы забрать Клокерка. Но теперь Лина имеет шансы погибнуть. Погибнуть, так как ее зажало два героя. Панга там еще двоих пытается зацепить. Патруфляй эффект. А в первую очередь надо тот прячется в сноубол. Лоу за ним пойдет или нет. Зацепить нечем. Глэйпнир в КД. Ну, значит, можно убивать Снэпфайр. Значит, уже убили ЛЦ. Значит, убьют еще и Свена. Фурион в крайнем случае может его просто перелететь. Он пытается, конечно, выиграть время. Надо, наверное, бежать дальше в другую сторону от базы. Потому что чем ближе ты бежишь к базе, тем быстрее тебя будут пушить. Кто не торопится сейчас еще играть? YBB. 25 минут. Вроде бы большое преимущество. Но нахо грамм все равно рано. Видим в драках ничего не получается вообще у команды. Клауд 1-9 Лина. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такую Лину видеть не хочется. Прям, я бы даже сказал, стыдно сейчас показывать. Я думаю, что на второй карте в YBB эту Лину оставят. То есть, с одной стороны, они, в принципе, ее неплохо законтрили и по линиям, и по героям. С другой стороны, мы видим, что еще и по геймплею все довольно удачно вышло. Лину вообще из игры просто-напросто изолировали. Она сейчас большая, вроде бы, ну как большая. Нет, она со слотами. Но в Teamfighter максимум, что она может, как раз таки убить Плакверка. Ну, может быть, еще и яйцо Феникса сломать. Слушай, мне сразу хотелось узнать, а был ли... Показатель смертей больше, чем 9 на линии. Ну, потому что это вроде керри в основном сейчас, реже мидер. И обычно ты на керри такого количества смертей не видишь, либо видишь в очень каких-то затяжных играх. Вот в среднем герой умирает, там, 3,5 раза за игру. 3,68, если быть точным. Так, чуть попозже дорасскажусь, потому что здесь умирает Legion Commander. Феникс успел нажать Суперновый. Даже их Феникса не забрали, уже минус 2. Остальным надо просто отсюда убегать. Панга готов дайвить уже чуть ли не на хайграунд. Пурион запрыгнул. БКБ есть. Нажал БКБ. И все, и развернулась вся команда, подключается, заходит на хайграунд. Минус 5, надо сдаваться. Надо сдаваться, это избиение. Мне тоже кажется, пора. Можно играть до конца, но, знаешь, просвета нет. Это просто уже какие-то мучения происходят. Наконец-то прописали. Ну, молодцы, потому что, знаешь, есть игры, которые можно камбэкнуть. Здесь я не вижу камбэков вообще. Просто, не знаю, в пятером должны были встать под станцию. Надеюсь, YBB, причем в раза 3. Окей, тогда можно было. Это камбэк. Тем не менее, 1-0. Довольно легкая, уверенная игра от YBB. 26 минут понадобилась. Причем очень такой высокий был темп. Игра была, скажем так, активная, подвижная. Но, мне кажется, у клаудов вообще не пошло с этой линой. Наверное, они еще не наиграли. Не самый удачный, это их персонаж. А мне кажется, тут даже не в линии дело. Мне кажется, тут просто между командами огромная разница в классе. И здесь заменили на любого другого героя, ничего бы не поменялось. Legion Commander спорный персонаж. Ну, он очередное поражение терпит. Увы, ну, такой герой. Это при том, что начало, да, получилось идеальным. Хорошая линия, несколько выигранных дуэлей подряд. Вроде все хорошо. Ну, даже в такой ситуации герой практически бесполезен был в мидгейме, когда начались большие тимфайты. Не знаю, здесь как будто пропасть реально между командами. Посмотри, тут 11-0-16 играет Beyond на Марсе. Furion 6-0-20. Кошмарные какие-то цифры. Умирали только Clockwork и Phoenix в основном. По КДА там, конечно, полные разгромы. И 1-0 закономерная победа в IBB на первой карте. Такими темпами мы догоним расписание и уйдем отдыхать уже в ближайшие минут 40. Пока давайте дождемся вторую карту. Небольшая пауза. Продолжение следует...